Если у вас в процессе просмотра этого видео возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите смело либо в комментариях под этим видео, и обязательно в следующих видео я отвечу, либо пишите нам на почту info.sobaka.ztrader.ru. Хочу, чтобы вы переходили к действию, потому что большинство из вас, если быть честным, просто смотрит. Вы просто смотрите, вы просто пишите в комментариях, что это познавательно, что это интересно, да, но это значит, что вы расписываетесь в том, что вы не будете ничего делать. Что, ну да, прикольно, все, да, и вы пошли дальше следующий тренинг смотреть, следующий вебинар смотреть, следующий мастер-класс смотреть, да, и каша продолжается, и хаос продолжается, ведь ничего не меняется. То есть, вам нужно текущему своему состоянию, а у вас состояние в большинстве хаоса, то есть, очень много информации, может быть, она качественная, действительно, но она не соединена между собой таким образом, чтобы это представляло единую целую систему, единый целый рабочий и эффективный организм. Поэтому первое, что вам нужно сделать, этому хаосу придать контекста в той последовательности, в которой я вам сейчас скажу. То есть, то, как я это делаю, вам просто нужно взять и под себя сделать, либо вы можете взять мою систему и использовать ее абсолютно вообще на любых таймфреймах, минутные, пятиминутные, пятнадцатиминутные графики. Первое, что вам необходимо для достижения результата внутри дня, это время, то есть, вы должны выбрать конкретный промежуток времени для торговли. Я не буду на этом зацикливаться, потому что каждый в своей временной рамке, но лучшее время это с 4 до 7 Москвы вечером, ну, я имею в виду в американскую сессию. Это самое лучшее время. Неважно, какой это актив, золото, нефть, акции, евро, фунт, форекс, пары, кросс-пары, не имеет значения. Ну, можно, конечно, торговать в европейскую сессию, она тоже интересная, но гораздо менее волатильная. В европейскую сессию я тоже торгую, но трейдинг там у меня совмещен с обучением. То есть, я параллельно ищу сигналы, их там бывает не очень много, да, и это позволяет мне спокойно донести до трейдеров ту необходимую информацию, которая, да, именно в практическом варианте, которая содержится у нас в обучающих курсах и, да, конкретную информацию по тому, как пользоваться системой. В частности, автоматизированной системой, которую вы сейчас видите на графике. На каком таймфрейме вы будете торговать? Если у вас, будем говорить откровенно, мы здесь с вами собрались, чтобы результат делать, а не чтобы дурю мается. Если вы хотите результата, и у вас его сейчас нет по каким-то причинам, скорее всего, связанным с психологией, а не с количеством знаний, да, вам необходимо выбрать один таймфрейм. Еще раз, я понимаю, вы слышали, вы привыкли, мы тоже когда-то очень много этому обучали, говорили о том, что надо смотреть на разные таймфреймы, и я так долгое время делал. Но после многочисленных тестов, после многочисленных повторений, проверок различных на себе самом, я пришел к выводу, что гораздо более эффективным будет, если трейдер смотрит на один таймфрейм. Еще раз, один таймфрейм с точки зрения сигналов, с точки зрения всей его установки, единственное исключение мы делаем для уровней поддержки и сопротивления. Потому что уровни поддержки и сопротивления мы используем со старших таймфреймов. В рамках моей системы торговли мне не надо прыгать с таймфрейма на таймфрейм, но если у вас этой системы нет, вы переходите на старший таймфрейм, и мы об этом еще поговорим. Рисуйте там уровни, а затем переходите на свой рабочий таймфрейм. Не надо прыгать до тех пор, пока вы не стали системным, результативным на одном таймфрейме, в один период времени, и что самое главное, на одном максимум двух активах, если вы дейтрейдер. То есть для начала максимум один-два инструмента, не более того. Пусть это будет валютная пара и, допустим, нефть. Либо две валютные пары какие-то, если вы торгуете на валютном рынке. Либо какие-то акции, либо фьючерсы. Абсолютно не имеет значения. Начните с того, что я сказал. И сейчас мы будем уже переходить к модели торговли. Все. Если у тебя есть таймфрейм, у тебя есть активы, тебе осталось определиться с конкретной моделью торговли. Сейчас мы к этому уже подходим. И торговать, внедрять. Потом еще у нас будет момент менеджмента, управления позицией, стоп-лоссы, тейк-профиты. Я покажу несколько вариантов, как это можно делать. И сигналы. Все. Два-три сигнала. Максимум. В сигнале три простых правила. Вот если бы мне кто-то об этом сказал лет так, ну давайте, семь назад хотя бы, восемь назад, чтобы вот так можно не чешую мне на уши вешать и не рассказывать мне какие-то новости, что сказал Трамп наш, как нужно за календариком смотреть, сколько бычков там больше стало или меньше стало. Сегодня три бычка, быть аккуратен там, сейчас движения могут быть. Использовать какие-то там сложные формулы, регрессии, волны. Вот меня часто трейдеры говорят, что такое волны вульфа. Зачем? Зачем? Какие волны вульфа? Что значит модель торговли? Модель торговли это система торговли, либо стратегия торговли. А стратегия торговли и система торговли это что это совокупность правил. Для чего нужны правила в трейдинге, вообще в любом, неважно, скальпер, дейтрейдер, свингтрейдер, неважно. Правила нужны, чтобы придать хаосу, который вы видите на графике, контекст. Почему? Потому что вы ведь не знаете, куда пойдется на ту или иную минуту, и вам это не нужно знать, и мне это не нужно знать. Что мне нужно знать? В какой момент нажимать кнопку, где я имею преимущество, финансовое, техническое, с точки зрения отработки моих сигналов. Больше мне ничего не надо. И как только из вот этого всего хаоса, вот этого движения рынка, импульсов, коррекций, начинает формироваться мой сигнал, моя группа сигналов, которая протестирована, в которой я знаю, что работает согласно данным моих сделок, я начинаю входить в рынок. Все. Вот суть вся трейдинга. Вся суть. Больше вам ничего не нужно. Теперь вопрос, как сформировать эту модель торговли. И вот давайте посмотрим на моем примере, это еще раз, минутный график евро-доллара. На моем графике вы сейчас видите всю установку, но нас интересует что? Нас интересуют ключевики, это ключевые уровни поддержки и сопротивления. Я рекомендую вам их взять за основу, то есть за некую, некая твердая в вашей торговле, то, на что будет делаться основной акцент. Почему? Потому что все свои позиции я совершаю в двух вариантах. Либо отбой, либо пробой. Это совсем просто, чтобы не усложнять. Либо пробой, либо отбой. Отбой, либо пробой может быть. Ну, от уровня что может быть? Отбой, либо пробой. Соответственно, нам нужно только определиться с ключевыми уровнями. Берем, рисуем уровни на старших таймфреймах. То есть, если вы торгуете на минутке, 5-ти минутка, можно брать даже 15-ти минутку. Если вы торгуете на 5-ти минутке, можно брать 30-ти минутку. И часовые графики, вот примерно такой пропорции. Теперь у нас есть уже модель. На самом деле у нас с вами уже есть модель. Это модель торговли либо на отбой, либо на пробой уровня. Отлично. Теперь мы сюда добавим следующую концепцию. Мы добавим концепцию «если то». Если то. Сейчас поймете, что я имею в виду. И теперь мы говорим, что если цена отбивается от уровня, то как это выглядит? Если отбой. Если отбой. Или сигналы на отбой. Сигналы. Если сигналы на отбой. Сигналы на отбой. То как они выглядят? То есть какие это сигналы конкретно? И то же самое на пробой. Если на пробой. Какие это сигналы? Какие это сигналы? Я не знаю. Тестируй. Бери, тестируй сигналы. Находи их. Еще раз. Вы можете взять готовую систему. Если не готовую систему, то самостоятельно. Другого способа нет. Я использую следующие сигналы. На пробой. Все, что касается пробой, я использую одну группу сигналов. Это консолидации. Они могут любых форм. Консолидации. Любые абсолютно, которые соответствуют правилам. Сейчас мы берем... Смотрите, что мы сейчас делаем. Мы с вами берем немножко разные пазлы. И сначала они немножко в разных местах находятся. Но потом они у вас чуть-чуть структурируются. Но только надо сделать прямо сейчас. Еще раз. Либо вас ждет очередное блуждание по просторам интернета. В поисках уникальной безубыточной системы стратегии торговли. Или вам кто-то пообещает стопроцентную гарантию прибыли. Или что просадок не бывает. Или что-то там еще. И вы, конечно, поверите. И чем вы будете делать так вручную? Зачем? Лучше поверить в чушь собачью. Правда? Что не бывает убытков там. И так далее. Это же проще, чем делать. Правда? И я убежден, что сделают всего лишь 20% из тех, кто просмотрит видео. Это правда? 20% максимум сделают то, о чем я говорю. Остальные 20% скажут. Или начнут делать. Но потом не доделают до конца. Непонятно. Теперь. Возвращаемся на базу. Еще раз. Отбой либо пробой? Отбой либо пробой? Еще раз. Мы берем за основу уровни. Давайте запишу. Потому что здесь слово уровни даже не присутствует. Потом вы говорите, если отбой, какие сигналы? Если пробой, какие сигналы? Взяли сигналы. Протестировали эти сигналы. Я сейчас вам рассказываю, какие у меня. Если пробой, это консолидация. Если отбой, то это вершины. Слабые отбой. Слабые отбой. Давайте вот так, чтобы как-то все было красиво. Отбой. Это св, слабые вершины, сложные слабые вершины, слабые основания, сложные слабые основания и т.д. и т.п. И тому подобное. Разворотные вершины и так далее. Слабые вершины, сложные слабые не имеют ничего общего с двойной вершиной. Двойным основанием. Это разные сигналы. очень важно понимать теперь пробой отбой определились вот у нас уже есть некая система методология то есть у нас уже есть уровне мы научились с вами строить правильно уровне попозже следующих занятий мы копнем глубже еще раз сразу концепт даю вам я вам даю сразу то что надо сделать еще раз если вы еще не посещали мой вебинар который называется 5 принципов зарабатывания больших денег в торговле от уровней которые используют только два процента трейдеров то под этим видео ссылка проходите регистрируйтесь выбирайте время для посещения онлайн занятия и там как раз я раскрываю некоторые особенности торговли от уровней и возможно вы там найдете необходимые для вас зацепки для развития вот этой модели торговли следующий шаг теперь их соединить между собой то есть придать им на конкретную последовательность условие номер один это уровень мы знаем что на отбой мы используем паттерны слабые вершины слабое основание мы говорим отлично меня есть уровень я же сигнала слабая вершина слабого основания и заключает в модели если то если я вижу до св если св например то сел условно если св то сел но вы же не знаете цена сформирует и свои пробьет вверх не знаете нет а я знаю нет для этого также существует модель если то вы говорите что если цена пробьет если пробой если пробой то чего я жду определить на старшем таймфрейме ключевые уровни и выработать конкретный принцип их определения иначе будет хаос опять и непонятно какую будет сегодня в этот важно завтра это не важно и также посмотрите мой тренинг по ключевым уровнем обязательно там пять принципов они могут вам помочь в не только определение уровней не сколько в определении даже уровне а сколько в понимании того каким как можно работать вокруг этих уровней модель работы дальше следующий параметр после того как мы с вами определились с уровнями все мы научились молодцы на следующий этап это этап паттернов отбой и либо пробой вы тестируете отбойные пробойные паттерны какие отбойные пробойные паттерны опять же они могут абсолютно любые возможно вы уже опытный и у вас накопилось накопился определенный багаж паттерна возьмите их протестируйте если совсем все сыро да вы только начинаете щупайте смотрите как себя цена ведет у ключевых зон либо еще раз берите то что уже есть то есть те паттерны которые используя мои паттер за стол и следующий этап это усиление сигнала и управление этими сигналами и уже чистая торговля какие-то моменты нюансы все понятно многие не будут это делать и вообще ничего не будут делать потому что нет намерений на самом деле они просто они просто возле рынка им нравится быть возле рынка им нравится анализировать рынок это прикольно но нет намерения стать зарабатывающим профессиональным тренинг такого намерения им хочется но искренне вот этого желания нет искреннего вот этого вот целеполагания вот такого глубокого намерения видения того что во что бы то ни стало ты станешь трейдером либо сделаешь максимум от себя Чтобы стать профессиональным трейдером, это всего лишь, если взять всю аудиторию, процентов 20, в лучшем случае. Понимаете, да? Поэтому я надеюсь, что кто меня сейчас смотрит, это именно те 20%, кто хочет стать стабильно зарабатывающим. В первую очередь сейчас у нас тренинг по дейт-торговле, то есть стабильно зарабатывающим дейт-трейдерам. И возвращаясь немножко к вопросу автоматизации процесса. И мы сейчас все дальше и дальше и дальше будем углубляться в автоматизацию процесса с точки зрения тейк-профитов, с точки зрения стоп-лоссов, с точки зрения всех параметров. На мой взгляд, это то, что сейчас может существенно помочь трейдерам, в первую очередь дейт-трейдерам, получить преимущество временное в первую очередь. Эмоциональное, финансовое, стратегическое, вообще всестороннее преимущество. Почему? Потому что мы не тратим энергию, время, мы концентрируемся на сигналах и мы убираем эмоциональный фактор на абсолютном максимуме, насколько это возможно. И субъективный фактор, свое собственное мнение, отношение к графику. Если вы хотите понять, есть ли у вас вообще система, либо стратегия, либо методология, самый эффективный способ это взять несколько людей и опросить их, и они должны дать одинаковые ответы. Если они видят разные вещи на вашем графике, допустим, им показывают какие-то сигналы, паттерны, уровни, но все видят разное, то у вас нет системы, нет методологии. Она убыточна. Почему? Потому что она субъективно основана на чувствах. О, я что-то здесь побоялся. Я здесь что-то почувствовал, что она дальше не пойдет. Почему-то вот так. Обязательно под этим видео вопросы, моменты, которые вам непонятны с первого занятия. Опять же таки, я уверен, что всего лишь 20% тех, кому это нужно, из всех тех, кто заинтересован в дейторговле. Но я убежден, что те 20% сейчас смотрят это видео и намерены, именно намерены, не хотят, а намерены добиться положительного результата. Продолжение следует...